Хотите знать, какие тайны раскрыл 12-секундный ролик поездки лунного ровера? Мы можем легко определить положение прожектора, имитирующего солнце на площадке миссии Аполлон-16, отличить картинки на декорации от реальных камней на поверхности съемочной площадки, и еще увидеть много интересных подробностей. Это точно не Аполлон-15, так как видна совершенно другая камера. И точно не Аполлон-17, ни на одной из фото этой миссии, на ровере нет кинокамеры. Правда на ровере, который выполнял гран-при в миссии Аполлон-16, кинокамера тоже, по какой-то причине, отсутствует. Схема лунного автомобиля очень простая. Два кресла, кинокамера на штативе, которая может вращаться, телевизионная камера, которая тоже может вращаться, и антенна телекамеры. По легенде, астронавт едет на лунном ровере и иногда включает кинокамеру. Нет никаких дублей и специально подготовленных площадок. Во время поездки ровера мы видим, что кинокамера изменяет направление съемки, поворачиваясь в разные стороны. Лунный автомобиль едет по поверхности, слегка покачиваясь на буграх и ямах в лучах яркого солнца. Так как солнце располагается очень далеко, тень от предметов должна падать в одну сторону, независимо от местонахождения предмета на Луне. Попробуем понять, как располагается лунный ровер относительно солнца. во время его движения по поверхности Луны. После этого легко определить, куда направился лунный ровер, используя тень от солнца. Угол обзора кинокамеры, согласно видео, получается около 70 градусов. Солнце на первом снимке, согласно тени на проводе, располагается справа от камеры. Сейчас солнце светит строго перпендикулярно автомобилю. Тень от трубки показывает, что солнце слева сзади, под углом примерно 45 градусов. Тень от кабеля на солнечной панели показывает, что солнце также слева сзади примерно на 35-40 градусов. Поставим роверы со всех четырех снимков последовательно, чтобы увидеть направление движения согласно расположению солнца на небосводе. Получается, согласно тени от солнца, что лунный ровер повернул направо от своего первоначального движения. Давайте на время оставим тень от солнца в стороне и посмотрим, куда на самом деле поехал астронавт на своем лунном автомобиле, используя ориентиры на местности. Видно, что вначале ровер едет в одном направлении, боком к солнцу. Можно ориентироваться на пару камней на горизонте, которые постепенно уходят назад. После поворота кинокамеры в сторону носа ровера, появляется другая группа камней. Эта пара камней постоянно находится в поле зрения кинокамеры в течение дальнейшей поездки. Это последний кадр из видео, при этом ровер все время поворачивает немного левее. Во время почти всей поездки камера ровера держала в поле зрения группу камней, из которых два хорошо видны на всех фото. Теперь попробуем собрать все расположения лунного ровера в одно место. Оказывается, ровер ехал не направо, а немного проехав прямо резко повернул влево. Проведем линии от солнца к роверам под определенными ранее углами, и потом определим, где располагается солнышко, которое помогло снять данный фильм. Теперь нужно определиться с группой камней, которые были всегда в поле зрения кинокамеры, и по каким-то странным причинам, не меняли своего взаимного расположения. В ситуации, когда камень лежит на поверхности, ближе к роверу, он для водителя, во время движения, сдвигается назад по отношению к более отдаленному камню. Группа камней, на которые мы ориентировались, совершенно не изменила положение, несмотря на изменение угла обзора из ровера. Такое может быть только если камни нарисованы на декорации. Граница между нарисованной декорацией и реальной поверхностью видна очень хорошо. В данном ролике мы легко определили, куда реально ехал ровер, где был прожектор, который имитировал Солнце, и что камни на горизонте – это просто картинка на декорации. Это еще не все. Нужно еще определить, что освещала астронавта и телекамеру, с противоположной от Солнца стороны. Оставим это для следующего ролика. Продолжение следует...